Сейчас в условиях быстро меняющейся реальности и какой-то общей шаткости женщины оказываются более эффективными топ-менеджерами. Они более мобильные, они более гибкие, они способны лучше адаптироваться к быстро изменяющимся ситуациям. И сейчас время не какой-то активной по-военному активной экспансии, которую хорошо делают такие строгие мужчины-менеджеры, а более умение договариваться и выстраивать горизонтальные связи в коллективе с сотрудниками. И у женщин это получается лучше. Я наблюдаю перемену, например, в самой консервативной индустрии, в мире ювелирных украшений и часов, там всегда заправляли мужчины. Они как делали украшения, так и управляли этими бизнесами. И чего тут греха даете, еще последние лет 20 они же и покупали их. То есть это был очень мужской мир, женщины были только витриной, на которую выкладывали красивые украшения. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Самыми модными дизайнерами сейчас становятся женщины. То есть они производят такой интересный продукт, который меняет вроде как довольно традиционные формы и на должность SEO приглашают женщин. Эта тенденция объективно приходит. И думаю, те боссы, которые ставят во главе многомиллионных корпораций и женщин, понимают, что делают. И, видимо, схема работает, поскольку количество женщин на управляющих должностях в этой сфере становится все больше.